МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главе государства был дан отчет о проделанных работах в прошлом году. В частности, инвестиции в основной капитал возросли. Также возросло количество туристов и инвестиций в туристическую отрасль. Были проведены инфраструктура по водообеспечению 12 селам Магисталовской области. Также другие работы, способствующие увеличению потенциала реализации области и обеспечению стабильного развития экономики региона. Питьевой водой обеспечили 7 населенных пунктов в Туркестанской области. В 25 планируют обновить изношенные сети. Об этом президенту доложила глава региона Дархан Сатабалде. Аким также отчитался о строительстве социальных объектов. В 2022 построили 54 школы. В этом планируют сдать еще 20. Президенту был также представлен отчет о работе по предупреждению подтоплений в населенных пунктах, расположенных вдоль Сырдарии. За счет проведения профилактических работ исключена опасность подтопления 43 населенных пунктов в 5 районах. Спасатели эвакуировали около 200 человек. Сейчас ситуация стабилизировалась и жители вернулись в свои дома. Специальная комиссия определяет объем ущерба. 6 миллиардов тенге направят на ремонт ТЭЦ-2 в Североказахстанской области. Об этом в главе государства доложил Айдарбек Сапаров. Аким пояснил, что инвестиции пойдут на строительство новой дымовой трубы и капитальный ремонт котла-агрегатов. В планах реконструировать больше 7 километров тепловых сетей. Большая часть бюджета региона пойдет на ремонт дорог, строительство жилья и водоснабжения в селах. Сапаров также предоставил планы по строительству школ и медучреждений. Мы планируем в этом году строить новые школы и медицинские учреждения. Для этого сегодня мы проводим подготовительную работу. Экономика региона стабильно развивается. 2022 год мы завершили успешно. По всем показателям есть рост, особенно в отрасли сельскохозяйства. Так как мы являемся зерносеющим регионом, объем валовой продукции сельскохозяйства составил 1 трлн 117 млрд тенге. С ростом 112%. В Карагандинской области для сельхознужд в госсобственность вернули больше миллиона гектаров земель. До конца года планируют изъять еще около 600 тысяч. Об этом президенту сообщил глава региона. Подводя итоги развития области, Ермаганбет Булькпаев акцентировал внимание на том, что большая работа ведется по созданию рабочих мест. На стадии реализации больше 50 проектов они обеспечат работой 12 тысяч казахстанцев. Еще 6 тысяч трудоустроят по линии МСБ. Доложил об итогах развития Карагандинской области за 22 год. Также рассказал о планах развития на 23 год, в том числе реализации крупных 53 проектов с созданием более 20 тысяч рабочих мест. Доложил о развитии малого и среднего бизнеса, ход прохождения отопительного сезона и реализации национальных проектов комфортной школы и модернизации сельского хозяйства. В Казахстане планируют мониторить эффективное потребление воды. Уже к 2029 году в стране готовы построить гидрологические посты. В планах пересмотреть и тарифы заявила на совещании в правительстве глава Минэкологии. Представляя концепцию развития системы управления водными ресурсами, Зульфия Сулейменова пояснила, в первую очередь будет модернизирована и автоматизирована сеть магистральных и межхозяйственных каналов, а затем проведут обследование всех основных гидротехнических сооружений. Больше 400 новых школ построят в Казахстане в течение трех лет. Об этом стало известно во время заседания общественного совета нацфонда Самрухазана. Все это в рамках республиканского проекта «Комфортная школа». Сегодня его вынесли на обсуждение общественности. Отмечу, сейчас по стране не хватает порядка 200 тысяч ученических мест. Помимо городов школы будут строить и в отдаленных населенных пунктах. К тому же все классы будут обеспечены интерактивными досками, кабинетами робототехники, лабораториями и каворкинг-зонами. Для учащихся начальных и старших классов предусмотрят отдельные спортивные залы. Реализовывать проект будет единый оператор Самрухазана Констракшн. В ближайшее время компания на конкурсной основе определит тех, кто окажет услуги по проектированию и строительству школ. Здесь 500 миллиардов с республиканского бюджета, а остальные 1,1 и 1 триллион – это с нацифонда. Общая сумма 2,6, в том числе, к настройку направлена будет 2,4. 200 миллиардов – это на содержание построенных школ. На сегодняшний день самое большое количество школ – это Туркестанская область, 63, Алматинская область, мегаполисы Чимкент, Астана, также Мангистауевская область. В малокомплектные школы Актюбинской области уже в следующем году и в следующем году их обеспечат интернетом. Об этом сегодня сообщил министр цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности. Багдад Мусин посетил регион с рабочим визитом. Чтобы устранить разницу в уровне знаний между сельскими и городскими школьниками, в области реализуют проект «Балемул». В его рамках 35 лучших педагогов проводят онлайн-уроки для учеников отдаленных сел. Всего в области 204 малокомплектные школы. 120 из них участвуют в проекте. Чтобы охватить остальные, в села проведут интернет. Это даст возможности повысить качество оказания медицинской помощи сельчанам. К примеру, в селе Талдысай медработникам выдали мобильный диагностический комплекс или фельдшерский рюкзак, который позволяет на месте проводить 12 видов диагностических исследований. Результаты вносят в общую информационную систему, благодаря которой пациенту назначают лечение высококвалифицированной специалиста удаленно. Данные, которые предыдущие по пациенту, тоже загружены будут по его истории болезней. И врач на центральном уровне сможет принять объективно правильное решение, поставить диагноз и выписать конкретные рецепты по лечению. Это и есть та цифровизация, которую надо доводить до каждого сельского населенного пункта. Здесь она конкретно показана, как это все должно быть организовано. В четырех городах-спутниках Алматинской области построят научные и финансовые деловые центры, производственные предпринимательские объекты, учебные заведения и зоны отдыха. Также планируется расширение нового областного центра на север, увеличение количества населения до 200 тысяч человек. Об этом заявил министр национальной экономики во время своего рабочего визита в регион. Алибек Пуантыров посетил ряд крупных региональных объектов и ознакомился с проектами G4 City и новым генеральным планом города Пунаев. Предпринимателям удалось задать министру ряд интересующих вопросов. Надеемся на то, что эти ОКЭДы, то есть виды деятельности, которыми мы занимаемся как представители легкой промышленности, включили в перечень отраслей, которые могут функционировать на территории специальной экономической зоны, которая планируется. Во-первых, ответ был таким, что решение о включении ОКЭД в этот список принимается местными властями. Если они готовы где-то налогами и так далее пожертвовать, потому что это нулевые ставки, понятно, то, в принципе, я думаю, что сопротивления не должно быть. Я так поняла из ответа. Здесь, в принципе, много предприятий, большое население, очень такое активное, и мы видим, что есть большой интерес инвесторов. Я думаю, действительно, в ближайшем будущем мы увидим еще большие экономические и инвестиционные успехи в области. Сотни астанчан сегодня пытались подать заявку на ипотеку 7-20-25 в одном из банков второго уровня. Другие банки в феврале прием заявок не возобновляли. Как объясняют в Казахстанском фонде устойчивости, в этом году кредитование по льготной ипотеке ограничено лимитом в 100 миллиардов тенге. Эти средства поделены на 4 квартала между 7 банками. Между тем, спрос на ипотеку намного превышает предложение. Только с начала года казахстанцы подали заявки на 570 миллиардов тенге. Кредитов выдано всего, правда, на 11 миллиардов. В целом, за 5 лет жилье по ипотеке 7-20-25 приобрели 66 тысяч граждан страны. В фонде отмечают, что следующий прием заявок стартует 1 апреля. Я в банке был с 12 часов ночи. Мы составили список очередников и сверяли присутствующих каждый час. Я был 41-м, но до меня очередь на подачу заявки не дошла. Нам сказали, что лимит закончился. Банки в данный момент работают в рамках лимита первого квартала. Лимит первого квартала 25 миллиардов тенге. Все банки практически сейчас обрабатывают заявки, которые были приняты в конце 2022 года, в конце декабря, в начале января. Они по нему обрабатывают, если будет остаток лимита. То есть выдача постоянно идет. Если есть остаток лимита, они могут открывать прием новых заявок. То, что мы увидели. По остаткам лимита открыл дополнительный объем заявок. Тела погибших в Турции. Казахстанцы Фадиля, Кадрбекова и Мирбулата Курмашева доставят в Алматы завтра, 11 февраля. Все расходы покроет государство. Об этом сообщили в МИДе. Напомню, их нашли под завалами разрушенного здания в провинции Хатай. Еще одна казахстанка до сих пор числится пропавшей без вести. Мы начали ее поиски сразу же после обращения ее сестры к нам на горячую линию. В настоящее время сотрудник посольства находится в этом городе и совместно с турецкими спасателями проводит ее поиски. По словам соседей, она в момент обрушения находилась внутри дома. Мы ждем окончания операции и надеемся на хорошие новости. О состоянии Сабины Мамадьяровы, которую нашли живой 8 февраля, известно, что она находится в больнице города Адана и получает всю необходимую медицинскую помощь. Смадьяров также сообщил, что 124 казахстанца вывезли из Казиантепа и города Мерсина. Дипломаты определили местонахождение более 150 наших соотечественников. Многим понадобилась помощь в перемещении в более безопасное место. Некоторые решили вернуться на родину. Всего было получено около 1000 звонков от людей, которые разыскивают своих родственников казахстанцев, находящихся сейчас в Турции. Казахстанские спасатели вытащили из-под завалов в Турции 7 человек и извлекли тела 14 граждан. Об этом сообщил первый вице-министр по ЧАЭС в прямом эфире нашего телеканала. Отмечу, наши спасатели уже четвертый день круглосуточно продолжают разгребать завалы в Турции. И не останавливают поиск людей ни на минуту. Работают по сменам с перерывом на короткий отдых для сна. На этих кадрах видно, как после тяжелой рабочей смены они размещаются в одном из госпиталей Казиантепа. Думать об удобствах нет времени. Спят на полу, в повалку и в палатках. На сегодняшний день обстановка сохраняется сложная. Сводная группа спасателей Казахстана проводит поисково-спасательные работы в Турецкой Республике в двух городах. Это Казиантеп и город Нурдалы. На данное время на этом участке проводятся инженерные работы по демонтажу разрушенных этажей. После этого на нижних этажах будут организованы поиски спасателями при помощи служебных собак и специальных приборов поиска. Все работы продолжаются до завершения, до указания оперативного штаба по ликвидации землетрясения. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло почти 19 тысяч. Пострадали более 75 тысяч человек. Последние данные озвучил президент страны Раджеп Таип Ардаган на специальном брифинге. Сейчас там продолжают работать спасатели из разных государств. Они помогают разбирать завалы и справляются с последствиями. Справляются как-то с последствиями катастрофы. Нет таких слов, которые могли бы объяснить ту боль, которую мы сейчас чувствуем. Наши поисково-спасательные команды продолжают усиленную работу. Отмечу, что граждан из пострадавших регионов, которые не хотят или не могут жить в палатках, мы обеспечим временным жильем. Продолжение следует... Продолжаются поисково-спасательные работы и в Сирии, но надежды на то, что удастся найти людей живыми, угасают. В стране в результате землетрясения погибли около 3,5 тысяч человек. Тем временем в Сирию прибыл конвой ООН с гуманитарной помощью. Он доставил продукты и предметы первой необходимости. Сейчас лишившиеся жилья люди вынуждены ночевать в самодельных палатках, в машинах. Подмогу в обе страны отправляют и в ВОЗ. Организация доставляет наборы для оказания первой помощи и медицинское оборудование. А генеральный секретарь ООН Антонио Гутерыч назвал разрушительное землетрясение одним из крупнейших стихийных бедствий современности. Казахстан выделил на гуманитарную помощь в Сирии 160 миллионов тенге. Как отметил официальный представитель МИДа Айбек Смадияра, помощь оказывается по поручению президента. Продукты, теплая одежда, палатки и постельные принадлежности, все это общим весом в 50 тонн, будет доставлено на территорию Сирии специальными воздушными судами. Первый борт вылетел сегодня из Алматы. Всего их будет четыре. Гуманитарную помощь для пострадавших от сильного землетрясения в Турции собирают и жители Жамбылской области. Для этого волонтеры и предприниматели в разных точках региона установили 12 фур. Половину машин уже заполнили. Сегодня они повезут собранную помощь в Алматы для отправки самолетом в Турцию. Оставшиеся большегрузы отправятся в путь по мере их заполнения. Неравнодушные жамбылцы несут теплые вещи, одеяло, средства гигиены, различные продукты питания и другие товары. В списке необходимого также термосы, зарядные устройства и ручные фонари. Жители региона и волонтеры открыли сбор средств для пострадавших и уже собрали около 10 миллионов тенге. Наши жители любимого древнего города Тараса не остаются в стороне и помогают в такой трудной ситуации. Турции, я думаю, что это все дойдет и поможет, потому что в такой ситуации может оказаться каждый. Люди уже несколько дней в разных городах, в разных точках собирают всю необходимую помощь. Памперсы, подгузники, пледы, одеяло. Поможет абсолютно все. Пускай никто не останется в стороне. В Узбекистане задержали экс-главу агентства фармацевтики. Сардора Кореева взяли под стражу по делу о смерти детей, которых лечили индийским препаратом. Его обвиняют в финансовых ошибках, которые выявили в ходе проверок. Также арестованы предполагаемые сообщники и другие должностные лица. Напомню, в конце прошлого года Минздрав Узбекистана подтвердил гибель 20 детей и после приема препарата от ОРВИ ДОК-1МАКС в ходе лабораторных исследований в его составе обнаружили токсичное вещество эпиленгликоль. В столичном суде рассмотрели апелляционную жалобу на приговор в отношении экс-главы Минздрава Ильжана Бертанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева. В итоге апелляция оставила приговор без изменений. Напомню, ранее суд назначил Бертанову наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет, а Абишеву на 4 года. О задержании стало известно осенью 2020 года. Сначала экс-министра обвинили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Потом статью изменили на злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, Ильжан Бертанов и его заместитель приняли у хорватской компании нерабочую платформу информатизации. Тем самым теперь оба должны возместить ущерб, а это более миллиарда тенге в пользу Минздрава. Также их пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. В Атараусской области оштрафовали медсестру, проводившую хиджаму на младенца. Напомню, в конце января казахстанцев шокировало видео, на котором малышу делают надрезы на лице. Результаты проверки видео озвучили в профильном ведомстве. Специалисты заключили, что производилась процедура незаконно. Как выяснилось, надрезы на лице ребенка делала медсестра, не имевшая лицензий. Кроме того, у нее не было обязательного сертификата для допуска деятельности. Теперь специалисты намерены добиться запрета на работу данного хиджама-центра. В ведомстве пояснили, что в стране лицензируются все виды медицинской деятельности, в том числе и народной. С нашим территориальным департаментом будем прорабатывать вопрос и направлять судебный иск на запрет деятельности данного центра по данному виду. Все медицинские виды медицинской деятельности у нас лицензируются в законном разрешениях и уведомлениях. Также у нас предусмотрено лицензирование традиционной терапии, которая четко конкретизирована. Это суджок терапия, иглорефлексотерапия, гирудотерапия, фитотерапия. Хиджамы в данном перечне нет. Поэтому на сегодняшний день мы это трактуем как незаконная деятельность. То есть хиджама запрещена. Порядка 238 лифтов необходимо заменить в октябре. Срок их эксплуатации превышает 25 лет. В этом году планируют установить 93 новых подъемных устройства. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета. Эту девятиэтажку в одном из спальных районов города построили больше 30 лет назад. Столько же в доме эксплуатируются лифты. Устаревшие подъемные устройства вызывают у жителей немало нареканий. Лифт в этом подъезде, говорит Бахаджан Саганбаев, часто выходит из строя. Тетя приезжает, да. Бывает, она пешком поднимается, боится. Он поможет, что он быстро открывается и закрывается лифт. И не успевают люди зайти. Он уже старый лифт. Наверное, лучше бы его заменить, пока бы не случились какие-то проблемы. Часто выходит? Ну, в месяц, пару раз бывает, да. Жители этой многоэтажки в микрорайоне Бат-Из-2 и вовсе вынуждены подниматься и спускаться с верхних этажей пешком. Несмотря на то, что дом сдали всего 6 лет назад, подъемное устройство в одном из подъездов вышло из строя. А компания, которая обслуживала лифт, и в доме отказалась дальше следить за их состоянием. Лифт не работает. Подниматься пожилым людям, спускаться, подниматься очень тяжело. У нас есть маленькие дети, они в колясках некоторые, тоже нелегко. На ремонт неработающего лифта требуется около 2 миллионов тенге. В объединении собственников и имущества, хотя и с трудом, нашли новую обслуживающую организацию. Она обещает помочь с восстановлением механизма. А на прежнюю компанию ВОСИ намерены подать в суд. Я в течение месяца пыталась найти другую лифтовую компанию, но все лифтовые компании отказывались по причине того, что они так и говорили. Ваши лифты в ужасном состоянии, мы обслуживать их не будем. Сейчас на данный момент у нас неработающий именно лифт один. Всего у нас 7 лифтов. Всего в областном центре в замене нуждаются 238 лифтов. Они эксплуатируются больше 25 лет. 93 из них планируют заменить в этом году. Для этого из республиканского бюджета выделен 751 миллион тенге. Это возвратные деньги. Там идет 0,1% на кредитной основе. Потом жители в течение 7 лет должны будут возвратить данные средства в бюджет. Бесплату не будут менять, потому что лифт является общей долевой собственностью всех жителей. Заявку на замену оставшихся 145 лифтов, нормативный срок эксплуатации, которых истек, планируют подать на следующий год. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков, Октубье, Хабар 24. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.